Всем добрый день, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Александра, это канал о вязании. И сегодня я хотела бы, наверное, устроить некий влог, поделиться последними новостями и радостями. Радостей очень много, прям целая посылка и одна готовая вещь. Поэтому начнем. Итак, мне пришла долгожданная посылка с пряжи Drops, которую я заказала в конце декабря. В конце декабря же оплатила. И вот, собственно, начало апреля, тадам-тадам, она мне пришла. Я заказывала пряжу Drops, да, как я уже говорила, я заказывала Drops Lays. Вообще она в пасму у них раньше была, сейчас они решили немножко ее сменить дизайн, так скажем, и перемотали ее в моточки. Вот такие чудесно маленькие, по 50 грамм. Я надеялась, я брала ее для свитера, я надеялась, что она будет все-таки в пасмах. Думала, ладно, я уж лучше перемотаю, но без лишних узелков все-таки автоприятнее. Ну, окей. Вот, собственно, так выглядит этот моточек. Теперь он прям совсем мизерный. Прям совсем-совсем. Ну, это альпака с шелком 70%, альпаки 30% шелка, рекомендуемые спицы, крючок 3,5, так, и 50 грамм, и здесь 400 метров. Потому что ниточка очень тоненькая, прям вот, вот, прям совсем тоненькая. Ну, кстати, что хорошо, она не тянется прям так сильно ужасно. Вот, хотя на 3,5, конечно, мне кажется, изделие будет достаточно тянуться. Еще бы только сегодня получила, пока еще ничего не начинаю из нее вязать. Ой, она полежит, у меня чуть-чуть подождет. Там еще накладка небольшая с посылкой вышла, и у меня пришли мне только два моточка, а должно еще прийти. Вот, поэтому вот такой вот приятный цвет. Собственно, буду ждать у них своего часа, когда мне еще мои спицы придут, буду радоваться. И также мне пришла Альпака Силк. Это слово я не буду говорить, потому что я не знаю, как оно произносится. Это самый, мне кажется, хит, наверное, у них продаж. Нет, я не права, но я вот прям, как я только увидела дропс, я сразу захотела эти моточки. Они прямо такие, господи. Вот реально, как котенка трогаешь. Вот просто вот точно такие же ощущения. Вот, я сидела с ними, все, выхожу, захожу на кухню, потрогаю их, так, ухожу в комнату опять. Вот, это прям вообще, ну это непередаваемое ощущение, конечно, она прям очень мягкая. Это 77% Альпака, 23% Шелка. Здесь уже рекомендуемая спица крючок 5 мм и один моточек 25 грамм, 140 метров. Вот, но она прям толстенькая такая, да, то есть я их не разматывала. Где-то, говорят, прям сбивается этот Альпак. Ну, вот здесь прям хороший такой моточек. Все, в принципе, они. То есть я заказала этот оттенок 01, в итоге он покорил мое сердце, он прям вот очень славный. На камеру, конечно, он будет не так смотреться. Камера у меня вообще от аст. Вот, но он прям очень такой приятный. То есть он такой молочно-белый. Не белый, а молочно-белый. Хочу есть такой. Второй оттенок, это я взяла, сейчас скажу, 4. Это такой бежевый, кремовый, очень классный, тоже прям такой приятный. Вот это, конечно, хит, это тоже прям супер. И вот еще вот такой вот оттенок 12, который я в итоге сейчас заказала еще упаковку. Поняла, что я не хочу упаковку. Вот, он такой грязно-розовый. Какой-то он не прям розовый. Вот, не знаю, может быть, в изделии он смотрится иначе, но вот в мотке он смотрится именно так. Вот, так что такая у меня радость. Да, кстати, они почему-то по-разному названы, сами эти моточки. Ну, не знаю, видимо, разные партии. В общем, чудесные, конечно, приятные моточки. Посмотрим, как они будут вести себя в вязании. И сначально я их заказывала вообще, хотела связать бакту с спицами и что-то вроде шапочки. Но сейчас, потом я заказала несколько разных. И думаю, что я точно хочу связать свитер из этой альпаки силк. Но посмотрим, будет ли он с каким-то разноцветным. Либо это будет только вот чисто такой молочный. Потому что прям молочный-то, конечно, просто супер. Вот, поэтому посмотрим. Но это точно будет бактус. Что-то вот из этого точно будет бактус. Я прям очень хочу. Вот. А это вообще заказывалось на свитер. И не знаю. Ну, надеюсь, что это все-таки будет свитер. Или я пущу опять же это на бактусы. Это будут какие-то бешеные дорогие бактусы. Вот. Ну, пряжа приятная. Она прям вся очень мягкая. И не знаю. Вот для меня сейчас вот так по ощущениям лейс тоже не колючая. Хотя, кто-то же говорил, что она колючая. Нет, она прям не колючая. Даже вот обо все труб, об лоб. Обо все обтерла, нигде не колючая. Не знаю. И эта тоже, она очень мягкая. Конечно, хотя детям вязать из такого, не знаю, наверное, не оценят. И то, что даже не оценят, это непрактично. А взрослым это прям чудо-вещь. Ну, посмотрим, как оно придет опять же себя в готовом изделии. Ой, вторая радость. Это прям радость-радость. Радость вселенская просто. На всех и для всех и для всех. Для меня. Это я довязала свитер. Как же, чтобы я показать это красавчик. Вот так вот он выглядит. Он у меня такой сейчас после стирки. Он немножко как-то не поглаженный. Да, простите. Вот. Собственно, у меня там в инстаграме есть нормального качества фотографии. Я вязала его регланом сверху вниз. Я начала его вязать 6-го. А, так стоп, так ему ровно месяц исполнился, да. Ему сегодня месяц. Ну, он теперь не новорожденный. Вот. Я начала вязать его 6-го марта. Закончила я его 4-го ночью. В принципе, даже 5-го. Вот. Сейчас я его тут потестила. Вчера поносила. Сбегали в нем в поликлинику. Потом постирала. Вот он так весь разровнялся. Ну, в принципе, да. После стирки с ним ничего неожиданного не произошло. То есть он каким был, таким и остался. Так. Вязала из пряжи пехорка жемчужная. Это 50% хлопа, 50% вискоза. Что еще тут рассказать на свитер? У меня ушло где-то 2,5 мотка. Да, наверное. Ну, у меня... Ну, да. Где-то... Ну, меньше 3-х точно. Вот. В любом случае. То есть тут 425 метров в одном мотке. Взяла спицами двойка, как уже вроде сказала. В принципе, конечно, это удовольствие не для слабонервных вязать на двойке. Потому что так... Ух! Вот. Я уже в конце просто сидела и думала, нет, мне надо вязать рукава, довязать рукава, довязать рукава. Этот узор, который я выбрала, я его... То есть по прямой, то он вяжется вообще легко и просто. А вот именно вот этот момент прибавления, да, его, прибавление его по диагонали, он оказался на меня немножко... Не то, что немножко сложен, я немножко невнимательно была в какие-то моменты. Я пару раз распускала, потому что мне не хватало вот этот новый листочек набрать. Вот. Но, в принципе, я осталась довольна. Резинку, конечно, убавила не прям идеально. То есть надо еще какой-то вариант найти. Но подмышки, подмышки, это моя больная тема во всех свитерах, они здесь прям идеальны. Они связаны с фитером с подрезом. Вот я не знаю, ну на камеру опять же ничего не будет видно, конечно же. Но прям вот, то есть вот здесь никаких дыр, то есть тут только вот реглан, то что эти дырочки есть, они растягиваются немного. А так никаких дыр, боже мой. И здесь никаких прям швов, ничего нет. То есть и в носки никого дискомфорта не доставляет. Просто вот это прям... Я поняла, что я делаю небольшой перерыв в свитерах, потому что немножко уже перебор для меня был этот свитер. Но тем не менее, вот этот вариант, на котором я остановилась сейчас, который у меня был следующий опытный образец, так скажем, вот это идеальный вариант ввязывания подмышек, в принципе. Также я наконец-то осознала, ну да, в принципе, вот в этом свитере я хотела, чтобы дырочки были по минимуму видны. Вот, то есть если в прошлом я хотела, чтобы прям реглан был он регланом, здесь я хотела по минимуму. И я осознала для себя, как в следующий раз я буду вязать, когда мне нужны будут дырочки, а когда мне будут не нужны эти дырочки. Как именно накидывать на петлю, потому что там на самом деле очень важен именно этот поворот петли, да, накиды, так скажем. От этого зависит, будет ли у тебя там гигантская дыра или не будет. Вот. Вот это главная моя радость. Также начала, собственно, вот это вот закончила, наконец-то. И теперь можно начать вязать для марафона. Я определилась цветом, вязали марафон к нит, митту нит, да, про который все, я думаю, знают. Все обязательно пробуйте, потому что я вот тоже не вклила. Сейчас с кем-то девочками общаюсь в инстаграме. Все там, ой, я ни разу не участвовала. Я тоже ни разу не участвовала в прошлом инстамарафоне, который был. Я побоялась участвовать, потому что я осознавала, что у меня еще не тот уровень вязания, так скажем, для которого вообще можно что-то показать. Я могу что-то предложить миру, так скажем. Сейчас я уже думаю, что я не настолько совсем уж прям профан. Хотя задание с интерьера меня повернуло в дикие недоумения. Скорее, не ужас, но недоумение. Потому что я связала все, что хотела. У меня уже и коврик есть, и не один коврик, и прихватка для кухни у меня есть, и салфетка на мультиварку есть, и на стол у меня есть. Скатерти у меня нет, но это, я не хочу сказать, это не нужна. Я подумала, что я буду вязать люстру, потому что у нас ее до сих пор нет. Но я хотела ее розовую, не хочу ее зеленой, хотела розовую. А вроде розовая это не особо весна, поэтому я отказалась от этой идеи. Сейчас у меня вот другая идея, которую я скоро покажу. Думаю, и в видео покажу. И надеюсь, ее успеть, главное, не закончить до 17-го числа, что мне хватит пряжи и всего. Поэтому давайте все подключайтесь к марафону, потом будем вместе болеть за тех, кто пройдет. Страдать, кто не пройдет. Особо страдать не надо, потому что в любом случае все равно можно участвовать. И вне конкурса, и будут еще марафоны. И всем будет хорошо. Поэтому, что ж, поделилась своей радостью, делитесь вашими радостями, какие у вас есть. Тоже буду очень рада почитать. Тоже, всем спасибо за внимание. Всем пока.